Микрофон для маленького Артура пока в диковинку, но это естественно по сравнению с тем, что не так давно диковинкой для него и его старших сестренок была самая обычная семья. Теперь у них есть и мама, и папа, и старший брат с сестрой. Те люди, с которыми идти по жизни гораздо проще, которые всегда будут рядом и рады помочь. А помогать придется, особенно когда дети достигнут переходного возраста. Ведь, как говорят психологи, для приемных детей преодолеть этот период не так легко. К приемным подросткам им сложнее. Какими мы будем подростками, зависит от того, какими мы были маленькими. До трех лет, до семи лет. Это все у нас складывается, как матрешки. В подростковом возрасте ревизия такая начинается, все достается. А если все было прожито плохо, возможно, до двух лет ребенок жил в учреждении, о нем мало кто заботился, естественно, это все скажется. В момент взросления подростку важно знать свое прошлое. Отсюда и вопросы, на которые чаще родители ответить не в силах, а как следствие обиды, непонимания и даже побег из дома. Елена и Андрей этот этап благополучно прошли со старшим сыном. И в том, что все будет хорошо, уверены. Когда начнут задавать вопросы, тогда будем уже решать проблемы по мере их поступления. Начнут задавать вопросы, будем решать, как на них ответить. Пока они не задают. Их пока все устраивает, похоже. Они довольны. Сейчас Лера и Диана вовсю слушаются старшую сестру. Они и живут в одной комнате, и занятия вместе делают. И несмотря на то, что на свою кровать она их не пускает, знают, что в обиду Арина их никогда не даст. Если спрашивали, откуда, я говорила, жили в деревне с бабушкой. Если спрашивали, а вот почему с бабушкой, почему и с родителями, я отвечала, не ваше дело, вас не касается. Зато для непоседы Артура авторитетом является старший брат Илья. На удивление только меня почему-то некоторые из них слушаются. Например, самый маленький, который бегает где-то тут. Получается находить общий язык с ним только со мной. Арина и Илья, уже практически преодолевшие сложный для подростков период, уверены, что у младших он пройдет так же и легко, так как воспитывают их всех на равных условиях. Нужно делить это кровное, это приемное. Почему к ним в другом отношении они живут в одной семье? Мы их взяли, это теперь наша семья, наши дети. Глядя на большую, дружную семью, веришь, у этой ребятни и детство, и юность, и вся жизнь будут наполнены любовью и пониманием. А проблемы обязательно уйдут, особо не задерживаясь. И в памяти останутся только приятные моменты. Я помню спальню, и лампадку, и игрушки, теплую кроватку, и милый кроткий голос твой. Ангел хранитель на тобой.